В первую очередь нам в республике не хватает республиканская программа для развития государственного частного партнерства и профессиональных соглашений. Данная государственная программа, по нашему мнению, должна быть максимально террористов. Да, в остальных позициях, которые мы дальше распространены, ее, наверное, можно положить в эту государственную программу. Это источники финансирования, меры государственные, находящие как прямого финансирования, так и непрямого финансирования. Там, пригодные налоговые каникулы или еще какие-то. Создание штаба центра, который будет заниматься курированием этого направления, в том числе обучением. Проектный офис получается, что ли? Да, проектный офис, да, абсолютно верно. Там же и консультанты. Там и кураторы, там и консультанты, и разработка, и сопровождение, и мониторинг, и все в этом. Ну, по аналогии вот с Сбербанком, как раз таки, да, то есть в Сбербанке создано управление, которое полностью занимается вопросами ГИКШП. На сегодняшний день в республике тоже должен быть некий центр, который бы объединялся и содержал в себе, наверное, тех, как раз таки, консультантов и так далее. Ну, кроме этого, мы считаем, что обязательно в рамках программы должны быть созданы некие типовые кейсы, которые бы по окраслям сейчас именно были разработаны в рамках окрасля, с учетом специфики именно нашей республики. Ну, кроме того, необходимо обязательно, конечно, обучение органов госвластей муниципальной власти, причем обучение надо проводить, конечно, более целенаправленно и, опять-таки, по окраслям, то есть, чтобы люди, занимающиеся там вопросами, допустим, транспорта, либо ЖКХ, конкретно собирались между собой и кому в качестве даже каких-то рабочих таких вот совещаний делились вы между собой опытом и, в том числе, взаимодействовали вот с этим центром. Ну, кроме того, мы считаем, что на сегодняшний день необходима популяризация КЧП из среди частного бизнеса, то есть, вот сегодняшнее даже совещание, мы говорим, что достаточно мало сегодня частных предпринимателей, которые вообще, ну, может быть, даже не знают о том, что идет реализация 224, то есть 115 предпринимателей. Ну, пока не приглашали просто, но в следующий раз пригласят. Не только обучение, наверное, но и популяризация через средства массовой информации, в том числе. Ну, мы пока не...